Ребята, всем привет! Вы на канале DroneTom, и мы приехали сейчас в поселок Святи Влас, Святой Влас. Ах, ветер! Да, сегодня вечерок. Мы сейчас приехали тут, оставили машинку тут недалеко, на парковке, возле супермаркета, и идем в сторону пляжа и в сторону Марины, которая там... Марина. Там, где корабли швартуются. Посмотрим, как там, какой тут пляжик. Ну и вообще, Марину тоже покажем вам, какие там дорогие яхты, говорят, там, Болгарская Монако. Ну, посмотрим, посмотрим. Сам поселок находится как бы на горе, на склонах, поэтому надо тут много уровней, и к морю надо спускаться. Несколько так дорог вдоль моря, такие кварталами, улочками. Чем-то, наверное, напоминает, может, даже и Монако, ну, немножко, немножко по-своему. Сейчас спускаемся. Ну, знаете, так, есть хорошие отели, которые, ну, уже работают, некоторые не работают. Вот, например, этот, ну, он работает, но уже, например, бассейн, что-то там плохо с бассейном. Все. Вот, есть такой отель, который строили, строили и не достроили, хотя, судя по всему, так неплохо планировалось все. Вон там даже уже окно выпало, целый, целый блок оконный, и тут территория большая перед ним. Может, тут планировалось какие-то, какая-то озеленение там, бассейн, но не срослось. Ну, тут такой отельчик красивый с бассейном, пальмы растут. Вот, чем-то напоминает райскую хадину, райский сад, в котором мы были в прошлом году. Если что, смотрите, выпуск, как мы там были. Вот, здесь вот подсказочка выскочит. Смотрите, тоже интересный такой комплекс, но там находится в конце святки власа, так что, ну, интересно, посмотрите. Там огромная-огромная территория, куча бассейнов, интересно. Так, в общем, что я вам рассказываю, переходите и смотрите. Ну, а тут мы уже выходим к морю. Тут должна быть где-то набережная. Сейчас посмотрим. Набережная тут пока. Такое-какое-то парковка непонятное, стихийное. Вот. И пляжик. Пляжик, кстати, неплохой, я думаю, мы сейчас, может, даже здесь и разместимся. Ну, вот. Тут пляжик, там пляжик. И он уже виднеется в затоке, ну, марина с кораблями. Ну, вот так вот тут пляжик. Лежачки есть. Ну, как я понимаю, сейчас уже можно спокойно брать лежак и размещаться. Если, например, кто-то против. И, ну, зонтики, людей много. Ну, так, в принципе, в моих людей хватает. Немного, но есть. Ну, там тоже какие-то... Вот тут, там тоже пляжная зона. Смотрю, тут пляж имеет, видзинако, голубой флаг имеет. Очень даже такой большой. Лучшие пляжи получают такие флаги. Ну, что, ребята, надо покупаться, попробовать водичку. Кстати, тут вода теплая. Чуть-чуть, конечно, полный под вечер, ветерочек есть. Но, в принципе, нормально. Ну, вода теплая. Вот реально тут вода теплая. Очень солнечная часть. Подсвечивается, наверное, целый день. С самого рассвета. Не рассвет, чуть-чуть там за горой получается. Но все равно. Сейчас вечер вообще, вода шикарная. И вода. Вот я иду уже по грудь воды. Дно видно. Все видно. Песочек. Дно петяное. Я не хочу, как бы, видишь, плац. Ах. Я плачу. тут дошли уже находится марина здесь здесь стоят разные ну тут рыбацкие яхточки стоят лодочки но и яхты припаркованы так были в монако видели получше конечно побольше яхт но все равно тоже есть тут есть куча всяких кафешек набережная пока пустует в основном люди все сейчас на пляже гуляют мы по пляжем ся сейчас немножко и вернемся уже сюда вечером когда будет больше вечерняя жизнь покажем вам свете влас ночной буквально одну секунду ребята ну 2 2 2 2 2 Субтитры подогнал «Симон» Так, а мы сейчас приехали в вечерний свете в Лас. Пройдемся тут по Марине, посмотрим вечерний. Не знаю, как-то в этом году вот здесь именно людей меньше, чем в августе прошлого года. Субтитры подогнал «Симон» Не, ну, по сравнению с Несеброй, мне кажется, от Несеброй было больше людей сейчас. Ну, вот так, сейчас пойдемся посмотрим. Лодочки стоят, рыбацкие. И вот они, наверное, пойдут за рыбой. Вон там вот куча ресторанов, но мы сейчас пойдем по этой стороне, по Марине, а потом пойдем вдоль ресторанчиков пойдем все еще. Ребята, а вот мы вам показали свете в Лас, как он выглядит, ночную жизнь показали, вечерний, вечернюю Марину, показали пляжи. Ну, мы уже едем дальше снимать для вас новые интересные места здесь в Болгарии. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо, пока. Будь на высоте вместе с каналом Дором Том.